Итак, друзья, я буду продолжать. Мы с вами говорим о духе Бога искания. Я бы очень желал, чтобы этот ветер превратился в большой ураган, чтобы этот ураган промчался по всей нашей земле, чтобы он коснулся всех социальных прослоек, чтобы дух Бога искания проснулся во всех людях и в семьях наших, и в экономических структурах, и в социальных структурах, и во всех, во всех отношениях. Когда народ взыщет лица Господнего, тогда Бог начнет благословлять этот народ. Аминь! Мы верим великому Богу, который творит великие вещи, фантастические вещи. Аминь! Который может творить чудеса не только в моей судьбе. Который может совершить великую перемену в судьбе в Латвии. Аминь! И сегодня идут ажесточная борьба. И сегодня идут ажесточная борьба. Под чим покровительством будет Латвия. Зим, как раз ажесточная борьба. Сегодня идут ажесточная борьба. Кто будет покровительствовать этому народу. Кто будет благословлять этот народ. И мы здесь, для того, чтобы возвестить, что Латвия будет под покровительством Бога Авраама, Исаака и Якова. Аминь! Нет, не под покровительством языческих богов. Не под покровительством религиозных богов. Мы здесь, чтобы возвещать, что блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аминь! И мы здесь, для того, чтобы молиться. Молиться о начальствующих. О правительствах. Чтобы дух бога искания Варвался в кабинете министру. Чтобы дух бога искания Проснулся в сознание президента. Чтобы дух бога искания Нет, не бога отрецания. Нет, не бога противления. А дух бога искания Он мог сегодня взорваться В сознании всех политических вождей. Аминь! Новое поколение, веришь ли ты В глубокие государственные реформы? Халлуйя! Потому что великий Бог И наш Бог есть Бог всех богов. Он, Мусу Деву, и весьу Деву Деву. И мы верим великому Богу. Тот, который вывел народ Израильский из Египта. Это наш Бог. Он не ушел в историю. Он не ушел в анала историю. Он все еще остается на своем престоле. Он все еще слышит молитвы народа своего. Он готов повторить все чудеса Египта в Латвии. Его руки не стали дребли. Они стали еще крепче. Он чувствует свой конец. Аминь! И точно так же, как зима с ума сходят на кануне весны. И сыпит все еще снег. И дурят такими ветрами. И пытают убедить тебя, что никакой весны не будет. Посмотри, посмотри сосульки, посмотри, снег. Посмотри холодный ветер. Ну и что, что ветер. Ну и что, что ветер. Аминь! Нам все равно хоть снегопад пусть выпадет. Хоть 25 мороза ударит. Но мы знаем, что на дворе уже конец марта. Аминь! И вы знаете, дьявол накануне пробуждения. Устраивать неокоммунизм. И ты сегодня чувствуешь непонятно, в какие времена ты живешь. В атмосфере пахнется в депей. Извините, советскими законами. Пахнет тем же коммунизмом, который вроде разрушился. А вроде и живет. Но имейте в виду это предсмертные судороги погибшего и разрушенного проклятия. Это последняя попытка удержаться на исторических подмостках в 90-е годы. Не для коммунизма. 90-е годы в Латвии к великому пробуждению. Аминь! И мы готовим быть Господу. И мы знаем, что солнце правды восходит. И исцеление в лучах его. Аминь! Вы знаете, накануне выхода израиля. Далее увеличилось, увеличилось, увеличилось. И там народ может так стонать стал. Зачем ты, Моисей, пришел сюда? Моисей, как ты отмечешь здесь уже? Надоело. 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 Раньше хоть вовремя платили. Все добавили. А сейчас ничего не дают. Тебе только же. Что ты делаешь с нами? Что ты делаешь с нами? Моисей говорит, ну потерпите еще пару дней и на третий день. Он оживает нас. Он оживает нас. Он оживает нас. И кто-то стонал и не верил. А ты был в департаменте по гражданству и миграции? А ты слышал, о чем там люди говорят? А Моисей говорит, а я был в скине и слышал, что Бог мне говорил. Аминь. И поэтому я проповедую вам живое Евангелие. Есть небо. Аминь. Это слово изменит нас. Не то, о чем пишут газеты. Не то, о чем говорят департаменты. Не то, что пишется в Верховном Совете. То, что в Самом Высшем Совете, оно устоит. Бог поставит последнюю точку над И. Аминь. Но все равно стони. Но все равно страдания. А что делать? А что делать? Казни начинаются. И Моисей приходит к своим друзьям. Друзья, поздравайтесь. Аллилуйя. Что такое? Фарон же нет пускай. Казни начинаются. Да нет, не над вами. Над ними. Аминь. Чем больше фараон сопротивляется, тем больше ему достанется. Аминь. У Бога амбиции тоже. Серьезные. Аминь. И страшно вообще впасть в его руки. Если он разгорячится, все враги как воск растаят. И писанин говорит, он впрах сотрет припирающихся с ним. Вы понимаете, что такое человек? Его нет. Аминь. Где Нерон? Где Маркс? Где Сталин? Где Гитлер? Их нет. Это звук. И все, эпоха прежнего прошла. Висы стаира погаим. Господь только чехнул. И от них ничего не осталось. И от них ничего не осталось. Аминь. Аминь. Мы верим этому Богу. Там уже самому. Там пошам. Аминь. Аминь. И поэтому никогда не боюсь. У нас бьют, а мы крепчаем. Ну, прорвемся. Да, сегодня хуже, чем в 60-е годы. Но это накануне. Это канун. Аминь. Это только начало. Поэтому праведный смел как лев. В самых отчаянных обстоятельствах. А нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Аминь. Мы смелые. Потому что у нас Бог такой великий. Аминь. И наступает пробуждение. И мы знаем, что Дух Бога искания придет. Мы растем. Посмотрите, как нас много. И вы знаете, Дьявол раздражает Дух Бога искания. И человек, который ищет Бога, вы знаете, он раздражает Бога. Раздражает Дьявола. И Дьявол ему желает столько преград по своему. Потому что, если человек найдет Бога, то, если человек не остается делать, как уходить из его жизни. Аминь. Поэтому он всегда будет стоять на пути. Всегда будет сопротивляться. Но... Ищущий находят. Ищущий находят. Так говорит Слово Божье. И стучащему открывают. И стучащему открывают. Моисея стучал, 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 достучался. И он ищущий. Что прижал Фараон. Идите, идите. Идите быстрее. Вот вам и золото, и серебро. Пожалуйста, идите, чтобы вашего духа здесь не было. Стучащему отворяют. Отворяют двери из Египта. Аминь. Ты понимаешь? Как важно стучать и достучаться. Аминь. Тава один пророк стучал, не достучался. И Бог на него разгневался. И Диос был успеем. И он говорит, что ты ленивый. Три раза ударил и уступакойлся. Моисе должны стучать, пока нам не откроют. Моисе должны обходить стену, пока они не разрушатся. Моисе не отступность. Дух Бога искания это мощный потенциал. И мы будем молиться, пока христианское правительство Латвии не объявят себя христианским правительством Латвии. Аминь. Ты веришь в эти дела или нет? Ты веришь в эти реформы? Ты веришь в христианское правительство Латвии? Это реально? На этой земле? Ты так уверен? Аминь. Это очень приятно, что мы с вами имеем общий знаменатель. И вы знаете, давайте снова прочитаем. То, что мы читали в воскресенье. Итак, Дух Бога искания, царь и народ. Мы рассмотрели этот вопрос на трех уровнях. Родители и дети. Дух Бога искания на уровне семьи. Приводят семью к благословению. Мы рассмотрели с вами пастыры церкви. И Дух Бога искания. Приведу церковь к величайшим благословениям. Когда церковь ищет Господа, когда пастыры ищут Господа, церковь будет благословенна. И сейчас мы рассматриваем верхний уровень. Общество – это царь, правительство и народ. Дух Бога искания. Он должен заполнить все социальные слои. Аминь. Мы не можем говорить о большом пробуждении при тоталитарном режиме. При фашизме не может быть пробуждение. При неокоммунизме не может быть пробуждение. Аминь. Пробуждение реально при реформированном правительстве страны. Аминь. Бог желает проливать огромные благословения через правительство. Аминь. А для того, чтобы слава Божья приходила через правительство, правительство должно признать над собою верхнее правительство. Аминь. И суть наших молитв за начальствующих и правителей сводится к тому, чтобы разбить потолки над Верховным Советом и чтобы в сознании пробудилось понимание, что над Верховным Советом существует высший Совет. Это Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И мы снова читаем эту главу. Вторая Тимофея. Вторая Тимофея. Первая Тимофея. Вторая глава. Первая Тимофея. И так, прежде всего, прошу совершать молитву, прошение, моление, благодарение за всех людей. За царей, за всех начальствующих. Первая Тимофея. Добав проводить нам жизнь тиху и безмятежно во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю Богу нашему, который желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. Придавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. И так, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. И так, молитва за начальствующих и правителей. Это очень серьезная область. Когда ты молишься о чем-либо, о жене-ли, о муж-ли, об экономике-ли, о церкви-ли, ты должен знать, что ты просишь. Ты должен иметь хоть какую-то принципиальную модель того, что ты желаешь получить от Господа. Аминь. То есть, Господь желает, чтобы мы молились Словом Божьим и чтобы мы понимали то, что мы просим от Него. То есть, если мы просим сейчас о правительстве, какой смысл мы вкладываем в эту молитву, то есть, что мы видим перед собой, как мы представляем из себя христианское правительство Латинской. Пока у нас нет ясности, наша молитва может не работать. Но когда мы видим ясность, конкретность, целесообразность, основанную на Слове Божьем, ответы начнут приходить. Аминь. Итак, апостол Павел здесь очень ясно раскладывает молитвенную повестку дня о правительстве. О чем молиться и в чем суть этих молитв? Чтобы жизнь людей в этом городе была тихая и безмятежная. Чтобы здесь не было забастовок, чтобы не было стачек, чтобы не было здесь национальных столкновений, чтобы не было здесь шовинизма, дискриминации, чтобы это было цивилизованное правовое государство. Аминь. Со всеми гуманными законами. Там, где соблюдаются все права человека и там, где человек ценится превыше всего. Аминь. Вот о чем мы должны молиться. Чтобы Бог благословил наше правительство и освободил его от национализма, от шовинизма, от гордости. Потому что гордость сквозит сегодня в тех законах, которые выходят сейчас каждый день. Эти законы не обеспечивают тихую и безмятежную жизнь. Напротив, эти законы поднимают возмущение. Эти законы возмущают протест и заставляют людей пикетами стоять возле Верховного Совета. А другие просто из-за того, что некуда идти жаловаться, плачут сегодня и молят заботу, воистину возмущение, протест, унижение, оскорбление. Господь желает все это ликвидировать. Аминь. Он желает, чтобы люди были счастливыми, благословенными, процветающими и уважаемыми. Ради человека. Ради человека. Ради человека. То есть человеку будет подчинены все законы. Не против человека. Не против человека. Человеку. Аминь. Вот о каком правительстве мы должны молиться. Дальше. Ибо это хорошо и угодно спасительу Богу нашему. Пойми, что когда тебе хорошо, и Господу хорошо. Аминь. Ты понимаешь? Бог не завидует, когда тебе хорошо. Бог не кусает ногти, когда у тебя появилась новая машина. Ты знаешь, он не раздражается, говорит, смотри! Куда там? Куда в нем? Он радует, когда у тебя новая вещь появляется. Он радует, когда у тебя туфли новая. Это хорошо. Амин. Амин. Если Богу нравились старые автомобили, старые деревья, они не меняли лестницу. Они бы десять лет стояли в одно и то же. Но Бог меняет. Змеи и те меняют свою. Чуски и те меняют свою гардеробу. Амин. А посмотрите, звери меняют каждую осень. У каждую рудену. Осень? Осень. Весну или осень? Короче, меняют все. Какая разница? Захотел весной, весной поменял. Бог желает обновлять нашу жизнь. Амин. Наши гардероби. Амин. Найдите, пожалуйста, тройной одеколон сейчас. В нем с огнем не сыщешь. Почему? Потому что ему капец наступил. Все старые, ветшающие приходят в негодность. Амин. Фиджи, понимаешь? Да. Господь створит все новое. Господь желает, чтобы люди проводили жизнь тихо и без мятежа. Я повторяю, это не в плане работы, это в плане атмосферы. Это хорошо и угодно спасителю Богу нашему. Но когда это будет? Это будет тогда, когда люди спасаются и достигают познания истины. Амин. Ваимите такую вещь. Пусть сегодня будут самые прекрасные социальные условия. Самые человеческие нормы, цены, доступные цены. Высокие зарплаты. Жизнь не будет тихой без мятежа. Амин. Вы понимаете, что материальные ценности не изменят психологии человека. Амин. Материальные ценности не изменят греховного человеческого сердца. Амин. Вы понимаете, что для того, чтобы изменилась жизнь в корне, нужны реформы глубже, чем только экономические. Нужны более глубокие реформы. Духовные реформы. Амин. И когда придет это сознание греховности, и нужда в спасении, что без Бога мы не состоялись. Без Бога мы проиграли. Без Бога мы промахнулись. И остались у разбитого корыта. И мы должны вернуться к ним. Амин. Мы должны молиться от Духа Бога искания в наших правительствах. Мы должны делать выводы, почему союз рухнул. И что нужно делать, чтобы Латвия не повторила этот же трюк. Амин. Мы должны думалиться, Бог, дай мудрость и сознание нашим политическим вождям. Чтобы они делали правильные исторические выводы. Чтобы они открыли широко двери проповеди Евангелия. Чтобы все люди были открыты для проповеди Евангелия. Чтобы все люди были открыты для проповеди Евангелия. Чтобы все банки были открыты для проповеди Евангелия. Аминь, мы можем молиться и говорить, Бог, измените законы, дай мудрест нашим вождям, чтобы они не рубили сук, на котором они сидят, но чтобы они подумали о будущем. Аминь, когда государство отделяет от себя живую церковь, которая имеет духовный потенциал, государство подписывает собственный смертный пригод. Боже, убереги от этого безумия нашим правительствам. Аминь, убереги от этого духа самоубийства, дай дух боговизгания, постучи в их сознание, в их совесть, постучи в их мысли, чтобы они потянулись к тебе, чтобы они потянулись к тебе, чтобы открылись двери, чтобы все достигли познания истины, ибо един бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Дальше, о чем мы должны молиться? Чтобы каждый правитель, каждый вождь, понял, что между им и Богом нет других посредников. Это не католическая церковь, это не мощи святых, это не традиции ортодоксов, это Иисус Христос как личность. Аминь. Вы понимаете, как важно молиться, чтобы однажды президент встретился реально с Иисусом Христом. Чтобы он однажды в своей жизни пережил личную встречу. Чтобы Бог вошел в сердце его. Чтобы он познал, что нет других посредников. Все остальное иллюзии. Все остальное это просто предрассудки. Один посредник. Иисус Христос. Иисус Христос. Аминь. Бог дай им такие встречи. Бог дай им такие встречи. Чтобы они могли поклоняться живому Богу. Аминь. Как много зависит от философии личности. Потому что политика субъективна. Хотите вы этого или не хотите. Если президент тяготеет к католицизму. Хотите или не хотите. Политика будет субъективно настроена на католическое покровительство. Это абсолютно. Если президент тяготеет к православию. Безусловно, политика будет ориентироваться. На ортодоксальное покровительство. Все субъективно. Мы должны молиться. Чтобы действительно политика. Правительство. Была ориентирована. На прямое и непосредственное. Покровительство живого Бога. Аминь. Мы с вами потеряли веру. Что это может быть. Мы с вами уже настолько насмотрелись. Этих деморализованных идеологов. На таких прокорумпированных лидеров. И часто думаешь, ну вряд ли. Мы с вами подпишем. Это невозможно. Это не может быть. Вы понимаете, что это может быть. Аминь. Потому что это не нашими усилиями. Эти реформы придут не потому, что я. Или ты. Эти реформы придут потому, что он. Желает это. Та его воля. Аминь. От меня требуется молитва. От меня требуется. От меня требуется. От меня требуется. Стать в проломе. И молиться. Прежде всего. За правительство. За верховность. За всех вождей. Аминь. Причем. Апостол Павел здесь дает очень важное указание. Апостол Павел здесь дает очень важное указание. Вы понимаете, наша порочная сущность. Музу. Музы. Гречига даба. Вредит нам молитвенную жизнь. Катороцей мусу лукшу на жизнь. Он говорит, я хочу. Чтобы вы правильно молились. Лай юз пареи лук. Вы понимаете, часто мы неправильно молимся. Мез бежи лукшам непареи. И мы говорим Бог. Убери этого человека. Новоца шоу. А внутри кипит благородный гнев. Иек шатур дусмис варк. Ну. Знаете, как вот. Час. Они таки сики. Они сказали вот так и так. Они сказали вот так и так. Вы посмотрите, яйца развершевает по всей бреви. Паскатитесь. Висы бреви. Севера Олама. Мерзес какай. Катс притивус. Ах. Зайти яйца, Господи. Паршим Олама. Кумс. Ты можешь гневаться. На католиков. Уз католиков. Ты можешь гневаться. Ты можешь гневаться. На православу. Уз пареисти цига. И ты можешь в гневе молиться. Уз пареи. Кумс. Почти как те двои. Генридз, как те дихи. Позволь нам. Клявь мумс. Я ме их сажом. У нас садатинасим. Акнем неукасим. И будут гореть. И притая во веки веков. У меня дегст мужи. Понимаете, эта молитва работать не будет. Таду лукшану нестрадас. Амин. Амин. Потому что молитва. Тепец, как лукшан. Это не сведение счетов. С конфессией или с личностями. Амин. Когда молимся, мы не сводим счеты. Когда мы молимся, мы говорим, Бог, разбирись с ними. У тебя это получится лучше. А мы благословляемся. Мы ходатайствуем. Бог действует. Бог действует. Ты знаешь, как Бог мудро действует? Бог разбирается лично с каждым человеком. Бог дадут шанс. Бог будет вести диалог. Бог предложит жизнь и смерть. Бог скажет, вот тебе выбор. Выбирай. Или будешь мне служить. Или я тебя уберу. И после личного диалога с ним. Знаете, уже это не по нашему силе. Бог либо возвышает. Либо понижает. Этот вопрос решается на небе. Там есть Верховный Совет. Амин. А наше дело? Молиться. 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 Амин. Дерек Стриннис Ракстин. Что когда христиане всего мира согласились молиться за Советский Союз. Во времена Сталина. Когда он решил истребить всех евреев. Он говорит, мы не молились, чтобы Бог убил Сталина. Мы конкретно не молились. Бог уничтож его. Мы просто молились. Бог, измени ситуацию. Бог, измени ситуацию. Дай свободу. Дай пробуждение. Этой стране. Этой земле. А остальное все за ним. Амин. И прошло немного вменя. И он умер. Вы знаете, Бог будет беседовать с каждым человеком. И чтобы была эта беседа. Мы должны обеспечить ее. Мы готовим путь Господу. Амин. Вы что думаете? Бог не может заговорить с Улманисом. Вы что думаете? Не может Бог встретить его однажды. Пробудить ночью. И конкретно заговорить к его сердцу. Сто процентов. Так если ты хочешь, чтобы действительно правительство было реформировано. Начиная ходатайствовать об этом. Начиная молиться. Чтобы единственный посредник между Богом и человеком. Он действительно стал посредником. Амин. Это реально. Он такой же человек. У которого есть тупики. У которого есть проблемы. У которого есть душа. И там, где это в глубине сердца, есть дух Бога искать. Амин. Ты понимаешь, Иисус сидел у самарянского колодца. И там женщина пришла, блудница. Женщина, которую все вообще презирали. И когда Иисус с ней заговорил, и, знаете, на дне этого грешного сердца, жил дух Бога искать. И она сказала, я знаю, что придет миссия. Я знаю, что придет миссия. Придет миссия. Грешит и знает, что придет миссия. Вы понимаете? Вот это есть характеристика каждого грешника. И наша молитва, она должна быть направлена к тому, чтобы вот эта искра Бога искать. Она могла огнем охватить душу человеческую. Амин. Потому что все они знают, что Бог есть. Все они знают, что придет Господь со тьмами святых. Все они знают, что последнее слово за Богом. Но идут сознательно война с Ним. Гордость. Противостояние. Религиозные беси. Когда мы молимся, мы должны молиться. Притом молиться правильно. Притом молиться. Он говорит, что возносите руки чистые. Без гнева. Не гневайся на католиков. Не гневайся на православных. Не гневайся на этих политиков. Они делают то, что они могут делать. Они грешники. Ты делай то, что ты можешь делать. Как важно нам сегодня освободиться от человеческой гнусной агрессии. Чтобы твои руки были чистые. Чтобы ты людей любил. А дьявола ненавидят. Понимаешь, это сложная искусство. Иногда это по часу бывает не под силу. По часу хочется смешать все вместе. И по стенке размазать. Вот в этом наша слабость. Вот в этом наша слабость. Аминь. И Павел говорит, у тебя не получится молиться. Если у тебя руки будут такие грязные. Аминь. Бог желает, чтобы мы возлюбили этот мир. Как Бог возлюбил мир. И отдал Сына Своего Единородного. Аминь. Бог возлюбил мир. Таким, каким Он был. И мы должны ходатайство любить этот мир. Аминь. Как я ты будешь любить правительство людей. Под каким вы проклятием не находились. Придет правильная ходатайство. Идет правильная молитва. Бог хочу видеть спасение. Бог хочу видеть пробуждение. Бог коснись. Освободи их мышление. Ты посмотри Савлу. Он шел. Он терзал церковь. Но представь себе, ты его возненавидел. Ты на нем поставил крест. Ты его же в ад послал. Ты уже подписал ему смертный приговор. Все, это негодяй. Это фашист. Это инквизитор. Это палач пробуждения. И вдруг на следующий день ты узнаешь, что этот палач инквизитор. Он стоит на коленях. Он плачет. Как говорит Иисус, встретил меня. На дороге. Я ему сказал, что ты мне повелишь делать. Гнев человеческий не творит правды Божьей. Я верю, что такие Савлы будут приходить. И Бог уже их приготовил. Тех, кто сегодня гонит. Тот, кто сегодня пишет, беззаконные законы. Те, кто влачит сегодня. Бог избрал. Бог поставил у них печать. И как важно, чтобы твои руки были без гнева. И без сомнения. Запомни там, где гнев. Там нет веры. Там всегда будет сомнения. Аминь. И когда ты будешь молиться, Бог пробуждение. В основании твоей молитвы будет месть. А не желание спасения. Не весь глобшан нас цели. Научись молиться в любви. Молиться любя человеку. Милот человеку. Знаете, как важно освободиться отсюда. Освободиться от категоричности. Освободиться от своих узких, маленьких, амбициозных решений. Бог может великого. Низложить. И Бог может самая отвратительная взятие. И возвелищить. Аминь. Мы не знаем, кто завтра придет к церкви. Мы не знаем, кто из вражеского лагеря. Он не знаем, кто из вражеского лагеря. Завтра будешь сражен любовью борзи. Тот, кто тебе сделает много зла. Тот, кто тебе сделает так много вреда. Бог сломит. Склонит. Нолисть вино с целью. И он будет рядом с тобой. И будет очень стыдно. И нам будет очень стыдно. За свой гнев. За свою реакцию. Которая не творит правды Божьей. Воистину просить у Бога любви. Воистину просить у Бога большой, большой любви. Бог дай любви. К этой нации. Освободиться от своего русского национализма. Когда мы говорим о национализме. Мы говорим о национализме всех мастей. Вы знаете, дело интересовано. Разречь межнациональную вражду. И когда ты, будучи русским, видишь несправедливость местных законов. Гордость генерирует ответный национализм. Освободись от него. Освободись. Начни благословлять. И молиться. Чтобы все люди спаслись. Чтобы все люди спаслись. И достигли познания истины. И проверяй свои руки. В чем твои руки. Являются ли они чистыми. Без гнева. И сомнения. Аминь. Запомни, там, где гнев. Там сомнения. Там, где любовь. Там вера. Аминь. Вера, движимая любовь. Сомнения. Порождают гнев. Как важно верить. И любить. Тех, о ком ты молишься. Аминь. Итак. Наши молитвы. Они имеют огромный результат. Там и милзий результат. И мы должны молиться. Чтобы дух бога искали. Лай тихо меклешанас гарс. Изменил сознание человека. Измайнит человек капси. Вы понимаете, когда придет великое пробуждение. Когда цари начнут искать Господа. Когда они начнут искать волю Божию. И это не гипербола. Это и реальность. Аминь. Это реальность. Да, на нашей большой земле. Может быть не так много государств. Может быть не так много держав. Где президенты знают Господа. Но это определяется лишь церковью. Которая находится на территории данного государства. Аминь. Понимаете, возникает иллюзия. И это создается такое впечатление. Что государство церковь загнала в тупик. Своими законами. На самом же деле. Но по тесе. Церковь загнала правительство в тупик. Драудзи рецепт. Аминь. Отсутствие молитвы. Отсутствие духовного авторитета. Отсутствие потенциала в себе. Которая противостоит проклятию. Понимаете, что мы загнали правительство в тупик. Они сегодня не знают, как выпутаться. Но что дьявол, все рушит. Все крушит. Винч сажутся все карты. А церковь безмолстует. Драудзи. Мы должны помочь нашим башдям. Аминь. Согласен, Лютер. Мы будем молиться о них безусловно. Чтобы пришла жажда. И благословение. Аминь. И я повторяю, прежде чем молиться о начальствующих. Мы должны знать, как Бог смотрит на них. Я лишь напомню эти четыре места, которые я читал в прошлый раз. Это Римлянам 13.1. Иклезиаст 5.8. И Анна 3.27. И Данила 2.20. То есть мы должны хотя бы в общих чертах представлять модели. Того правительства, о котором мы молимся. Итак, 13.1 Римлянам. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. И так далее. Яна 37. Яна 3.27. Яна сказал ответ. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет ему донос неба. Иклесиаст 5.7.8 Если ты увидишь в какой-то области притеснение бедному и нарушение суды и правды, то не удивляйся ему, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. И Данила 2.21 И сказал Данила, да будет благословена имя Господа от века и до века, но у него мудрест и силы. Он изменяет времена, литана, излагает царей, поставляет царей. Дайот мудрест мудрим, разумение разумно. И так мы должны рассуждать так, как рассуждает Бог. Аминь. Когда мы говорим о правительстве, мы должны освободиться, во-первых, от религиозности. Сколько времени религия накладывала запрет? На эти темы. Вы когда-нибудь слышали в церкви? Пять лет назад. Пять лет назад. Семь лет назад. Какие-то проповеди о правительстве. Они были категорически запрещены. Потому что дьявол боится света. И это религиозное наследие до сих пор еще сидит в сознании многих, многих христиан. Это ложная доктрина о том, что церковь к государству не имеет никакого отношения. Это ложь дьявола. Этого дьявола желает. Чтобы церковь не имела никакого отношения к правительству. Но у Бога есть другая точка зрения. Аминь. У Бога есть другая точка зрения. Бог желает, чтобы церковь, покровительства, царя, молилась за них, благословляла их и была советниками. Аминь. Итак, ущерб или поражение церкви будет зависеть ровно настолько, насколько точка зрения церкви будет расходиться с точки зрения Бога. И вы понимаете, воля Божья. То есть, как смотрят Бога, что Богу нравится, или что Богу не нравится, или что Богу не нравится, церковь должна иметь ясность. Ясность. И ясно представление об этом. Очень часто церковь не было жертвы государства. И изгоем общества. И, как правило, государства, которая изгоняла церковь. А это государство становилось, в свою очередь, изгоем. И я думаю, за примером мы далеко ходить не будем. Итак, теократический порядок власти. Власть дается. И очень важно эту мысль подчеркнуть в своем сознании и сердце. Что власть не завоевывается. Власть не отвоевывается. Власть не приобретается. Власть не продается и не покупается. То не вырно перетут, не вырно пардот. Источником всякой власти является Бог. Аминь. Власть дается. Если Бог дал власть, будет власть. Если Бог не дал власти, не будет власти. Аминь. Будет диктатура, будет хунта, будет пиначет. Но есть власть, которая приходит от Бога. Аминь. Иисус Христос, казалось бы, который является царем всех царей, Господом всех господствующих, Он сказал, да нам не всякая власть. Понимаете, о чем идет речь? Что власть дается. Казалось бы, Иисус, Он и так ее имел. Нет. Никто не может принимать на себя никаких титулов, если сверху Бог не дадит власти. Аминь. Церковь тебе дана власть. Аминь. Господь говорит о тем, кто принял его верующим воеменем, Он дал власть быть чадом Божьим. Аминь. И так, дана власть. Как важно, чтобы каждый президент понимал над собой верховную власть. Рушится всякая правительство, рушится всякая держава, когда президент или царь, или вельможи отказываются признать над собою верховную власть. Аминь. Да мы спрашиваем сегодня, где Астеки? Где Инки? Где Вавилон? Где Великая Римская империя? Где Советский Союз? Они разрушились. Почему? Потому что они себя объявили верховной власти. Они присвоили власть. Им не дана была власть. Вы понимаете, человек, который самовольно призваивает себе власть. Он подписывает себе смертный приговор. И ходит проклятие. Приходит разрушение. Приходит смерть. Бог одних не излагает, а других поднимает. Аминь. Бог, которому мы служим, он является Богом всех богов. И царем всех царей. Аминь. И наша молитва, чтобы правительство Латвии признала над собой верховную власть Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Наши программы предельно просты. И может быть, если кто-то здесь находится и не понимает, о чем идет речь, я повторяю и очень упрощаю наши цели. Аминь. Смысл наших программ. Смысл наших молитв. Музу лукшану яга. Смысл нашего пребывания на этой земле. Музу астанима шоя земля. Возвеличить имя Иисуса Христа. Назвать его Господом нашей земли. И молиться о правителях, чтобы они склонили свои колена перед тем, кто дает власть. Аминь. 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 И если Бог даст власть нашему президенту, и он будет повиноваться слову живого Бога, тогда на этой стране в этой земле придет самое великое благословение. Аминь. Пока этого не произойдет, пока президент не признает над собой верховную власть Бога живого, все это проклятие будет продолжать оставаться на этой земле. Но здесь так много праведников, но здесь так много верующих людей, здесь так много людей, молитвенников, которые будут молиться за президента. И он не устоит перед великим благословением, которые Бог будет проливать по молитве праведников. Аминь. Бог слышит нас и без наших молитв. Он ничего не сможет сделать. Не будем молиться, чтобы действительно была правильная духовная ориентация. Аминь. Нет. Не против плоти и крови наше брать. Музы цели наупрят месу на сене. Мы лаем, чтобы наше парламентарии они признали на себе авторитет и молились Богу и молились живому Богу. Молились живому Богу. Аминь. Вы понимаете, цари бывают разные, бывают послушные Богу, бывают упрямые, бывают непослушные, и Господь чтобы в Латвии был послушный. Аминь. 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 Вы понимаете, это хорошо и благоугодное Богу, чтобы в стране было благословение. Понимаете, точно так же, как муж, который является главой семьи, если он отказаться признать над собой верховную власть Господа Иисуса Христа, и делает в семье все, что он хочет, творит произвол и называет себя верховной властью семьи, развалится эта семья. Проклятие придет от себя. Аминь. Все, что не подчиняется Богу, оно все разрушается. Аминь. Аминь. И если говорить о стране, безусловно, этот закон остается в действии и силе. Давайте откроем Третье царство. Восьмая глава. Третье царство. Первое царство. Третье царство. Восемь. Астанье. Дима смелее. Очень приятно. Третье царство. Восемь. Для чего мы будем читать? Мы это читаем для того, чтобы в наших молитвах была определенная модель, что мы хотим видеть. Что мы хотим видеть в парламенте нашей страны. И посмотрите. 8.28.53. Действительно. Саламон был президентом. И перед тем, как ступить на престол, он понимал, что власть дается. И Господь сказал, без меня не можете делать ничего. Я думаю, что жизнь уже нас научила этой серьезной истины. Когда мы что-то делаем без него, мы как садник без головы, мы делаем много ошибок. Мы обрекаем себя на проклятии. И здесь, Саламон, то есть я сейчас это читаю с тем, чтобы мы видели правильную модель божественного теократического порядка в государственной структуре. Итак, и стал Саламон перед жертвами, Господи, впереди всего собрана израильцам. И вас двек руки свои к небу. Сказал, Господи, Боже, Израиль, нет подобного тебе. Бога на небесах, вверху и на земле внизу. Ты хранишь заветы, милоск рабам твоим. Ходящим перед тобой всем сердцем своим. Ты исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил, и что издрёк ты устами твоими, кто в этот день совершил руку твоей. И ныне, Господи, Боже, Израиль, исполни рабу твоему то, что ты говорил, сказав, не прекратиться у тебя перед лицом моим, сидящим на престоле. По истинной Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем не менее, этот храм, который я построил, но призри на молитву раба твоего и на прошение его. Господи, Боже мой, услышь воззвание и молитву, которая раб твоего умоляет тебя ныне. Это есть Дух Бога искания. Когда президент перед тем, как вступить на престол, он делает воззвание. То есть он поклоняется Богу и признает над собой верховную власть. Мы будем молиться до тех пор, пока наш президент не поступит так, как поступил Саламон. Аминь. Вы знаете, Дух Бога искания заставит стат на колени перед живым Богом вождей и наших политических лидеров. Аминь. Это есть та модель, о которой мы молимся. То есть, когда мы молимся в начальствах и правительствах, воистину мы хотим видеть их стоящим перед Богом, которые поднимают руки к небу и говорят, Бог, без тебя мы не желаем ничего делать. Мы желаем, чтобы ты благословлял нашу работу, чтобы ты благословлял нашу деятельность, наши законы, нашу экономику и нашу землю. Да будут очи твои отверстили на храме сей день и ночью. Услышь моление раба твоего. И когда они будут нам молиться на этом месте, услышь на месте обитания твоего, услышь и помилуй. Воистину, с чего началось, реформа Соломона, он построил храм. Аминь. Президент должен понимать, что без церкви государство никогда не состоится. Крепость государства заключается в крепости церкви. Аминь. И если государство обеспечивает церковные программы, которые обновляют, здоровая и реформируют сознание и жизнь человека, пройдет великой благословицы. Аминь. И дальше. Когда кто согрешит против ближнего своего, и потребует от него клятв, и когда он придет в этот храм, тогда ты услышишь небо, и произвели суд на рабами твоим. И произвели суд твой. И произвели суд твой. Когда народ твой, Израиль, будет поражен неприятелем, за то, что согрешил перед тобой, и когда они обратятся к тебе, и исповедуют имя твою, и будут просить, и умолят тебя в этом храме, тогда ты услышишь небо, и проси грех народа твоего Израиля, и возврат их в землю, которую ты дал отца. Воистину могут быть разные проблемы. Здесь Соломон абсолютно отдают две суды в руки Божьи. Он говорит, Бог, будет много проблем, если они придут в этот храм, и возведут свои очи и руки к тебе. Бог, руководи этими людьми через церковь. Бог, руководи этими людьми на этом месте. Когда заключится небо, и не будет дождя, за то, что они согрешат перед тобой. Вы понимаете, Соломон был реалист. И он знал, что все стихийные бедствия, все государственные перевороты, гражданские войны, все столкновения, это причина всего этого греха. Аминь. Если согрешат, и будет заключено небо. Почему сегодня веют суховеи? Почему мы слышим сегодня такие страшные новости о наводнениях, о катастрофах, о этой кровопролитной, нелепой войне, Армении, Азербайджан, Грузии, Югославии, Сербии, Хорватии. Когда мы слышим об этих войнах, и мы задаем вопрос, почему, где-то в Индии наводнение, где-то в Америке недавно прошел смерч, тысячи людей уходят с земли, районы объявляются районами бедствия. О чем идет речь? Соломон очень просто, и так глубоко, он анализирует всю эту причину греха. Аминь. За грех человека, за беззаконие человека, проливается проклятие на землю. И Господь слышал эту молитву, и Соломон говорит, что все наши государственные программы будут базироваться на библийской морали. Грех. Прощение грехов. Чтобы все люди спаслись, достигли познания истины, и тогда жизнь тихая, безмятежная, и тогда един Бог, един посредник. И тогда благоденствие, тогда благословенно поле, и благословенно в городе. И благословенно плот шрева, и плот скота, как важно, чтобы лидеры знали, от чего приходит благословение в нацию, из какой стороны приходит проклятие, но к великому сожалению, дьявол смешивает карты, и заставляет вождей закрывать источники благословения, и открывать источники проклятия, как важно, чтобы пленять их помышления в послушании Христу. Как важно, чтобы эта логика политических лидеров могла диктовать политику. Аминь. И он дальше говорит, и когда они исповедуют имя Твою, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, услышь с неба, прасти грех рабов Твоих, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую ты дал народу Твоему наследию. Вы понимаете, как это бедствие, когда такая кризисная ситуация, Бог желает, чтобы церковь была открыта, чтобы двери церкви были открыты, чтобы всякие нуждающиеся мог прийти и получить ответ. Аминь. Ответ именно в той церкви, где Бог реально отвечает. Аминь. Это мудрость помогает людям через живую и реальную церковь. Аминь. Соломон очень конкретен. И при всякой молитве будет ли на земле голод или моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина и саранча, неприятели будет теснеть, при всякой молитве, какой будет от какого-либо человека, ты услышишь с неба, помилуй, и воздай каждому по путям его, чтобы они боялись тебя, во все дни, до которой живут на земле, которую ты дал отцам нашим, воистину страх Господи, придет на эту землю, когда Бога искания пойдет, с верхней структуры, и достигнут до последнего. Аминь. Как важно, чтобы в Латвии люди боялись Господа, чтобы народ боялся живого Бога, боялся воевать с Ним, потому что это есть начало благословения, потому что боялся с Ним опасно, чтобы они боялись тебя, во все дни. Если и на племени, которые не от твоего народа, Израиля, придет из земли далекой, ради имени твоего, ибо они услышат о твоем имени великому, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать тебе и на племени, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм этот, и на племени. Если придут какие-то другие люди, понимаете, здесь Соломон открывает этот важный принцип, и он разрушает в корне всякий национализм, любви и на племени, придет в этот храм, нет, его не отправят, в историю, думай, думай, молитвы нарисоваться, для всех народов, чтобы ты, Господь, являл славу во всех нациях, во всех народах, аминь, и дальше эта молитва, она идет, и мы видим, каким благословенным было правительство, и вся страна, и царство не Соломона, но не знал о себе равных. Если мы будем дальше читать, мы видим, что это процветающая держава, ни одной войны, ни одного переворота, ни каких гражданских войн, мудрость, мудрость, и мудрость, аминь, и приходит благословение от Бога, и приходит благословение на страну, аминь, то есть важно, чтобы начальствующие могли искать Бога, аминь, мы настолько привыкли к библейским образам, и для нас кажется часто, что это лишь в Библии происходило, это только царь Ниневии мог услышав проповедь, что Ниневия будет разрушена, он сошел со своего престола, отдел в ретище, и начал искать Господа, и молится, Бог защитит нас, Бог защитит нас, вы знаете, сегодня мне попала очень интересная книжка, советую всем ее взять, это Дерек Принц посты молитв, и здесь такие удивительные факты, удивительные исторические факты, как вели себя президенты Соединенных Штатов Америки, когда над страной нависали угрозы, действительно, мы должны сегодня опираться на исторический опыт христианского наследия. Бог хочет доказать сегодня тебе и мне, что законы, законы Божественного Царства, они действуют, как в Ветхом Завеции, как в Новом Завеции, как во времена Нерона, как во времена Соломона, так и во времена Улманиса. Аминь. Латвия не исключение. Бог, кто-то такой же феномен может устроить и на нашем клочке земли, который называется Латвия. Веришь ли ты этому? Веришь ли ты этому? Умоляю тебя, не засыпай, не уставай, пожалуйста. Не ногусти и не измелься. Не делай такое скучное лицо, потому что речь идет о судьбе твоего народа, о судьбе твоей земли, о судьбе нашей нации, о судьбе пропущения. Аминь. Шибрахам бахаиа. Разбудись со сезами, не нравится мне это атмосфера. Памодись со сезами, мне не понравится атмосфера. Скажи мне что-нибудь, по три сила. Скажи, халлуйя, завтра пост. Саки, халлуйя, ридер гавейнс. Аминь. Итак, я буду зачитывать некоторые документы и послушай, что действительно благословение Божие оно проливается на страну через президента, которые ищут Господа. Действительно, Бог может это устроить и в Латвии. Аминь. Мы в это верим, мы к этому идем, мы этого добьемся. У тебя есть вера? Аминь. И вот послушай, Саламон молился. Саламон слуд. Да, Бог услышал Саламона. Да, Девы здидея Саламона. Правительство было благословено. Валдий бисвейт. И это чудесно. У это чудесно. Посмотри, пожалуйста. У нас к тебе. Майя 1774 года. 1774 года. Вильямсбург, штат Вирджиния. Пришло сообщение о том, что британский парламент издал указ о наложении на порту Бостон, в штате Массачусетс, эмбарго, которое должно вступить в силу с 1 июня текущего года. Немедленно наиболее состоятельные уважаемые граждане Вирджинии подписали резолюцию протеста против подобного акта и объявили день начала действия эмбарго 1 июня днем поста смирения и молитвы. Обратите внимание, когда нависала угроза, когда в воздухе пахло войной или переворотами, вы знаете, президент объявлял по всей стране, это не было маленькая-маленькая Латвия, это были большие-большие-большие Соединенные Штаты Америки, аминь, и там объявлялся пост глубокое смирение. Так президент понимал над собою верховную власть, и вы понимали, что не пушки, ракеты и торпеды, а только живой Бог может защитить нас и предотвратить все перевороты, аминь, я читаю реальную историю 1774 года, 1. июня, и ниже проведена основная часть резолюции, издана Джонсом Кеннеди. Итак, президент, его речь, мы глубоко встревожены при чувствии великой опасности, угрожающей Британской Америки, в связи с враждебным вмешательством Бостон-Сити, в дела нашей сестринской колонии на побережье Массачусетского залива, чьей торговлей порту грозит насильственное закрытие в первый день июня сего года. В связи с этим палата считает в высшей степени необходимым объявить названный день 1. июня днем поста, смирения и молитвы, чтобы всей душой взыскать божественного посредничества для предотвращения серьезного бедствия, которая грозит ликвидации наших прав и опасностей гражданской войны, с тем, чтобы обрести одно сердце и один разум для отпора всякого посигательства на права Американцев, посредством справедливых и надлежащих мер, посему вынесено постановление, чтобы члены палаты позаботились на своих местах об организации в 10 часов утра 1. июня сего года выступление оратора и служение городской церкви в высшем упомянутых целях, а также назначить преподобного мистера прайса к чтения молитвы и мистера готкина для проведения служения соответствующего случая. Амэн! Вы можете себе представить, выходит декларация вверховной палаты, вверховной палаты, вверховного и по всем штатам, по всем городам, объявляясь день по стаям молитвы, чтобы Бог предотвратил гражданскую войну и покушение на права человека. Амэн! Десять часов утра вся страна она поклонялась Богу. Мы сегодня говорим, почему Америка процветает. Потому что она самого основания заложила правильный фундамент. Первые президенты они опирались на библейские принципы. Это не было религиозной церемонии. Это было глубокой внутренней верой вождей. Амэн! Как свидетельствована этой резолюции твердо придерживалась такая личность, как Джордж Вашингтон, который записал в своем дневнике от 1 июня, ходил в церковь и постился весь день. Амэн! Знаете, как много перемен придет в нашу жизнь, когда президент вместе с церковью будет поститься. и молиться целый день. Амэн! Амэн! Вы понимаете, это уже не библейская история, это уже история конкретного государства на этой земле. Церковь, которая упоминалась резолюцией, была британская приходская церковь в Вильямсбурге. Вашингтон не только верил в силу молитвы, с целью божественного вмешательства. Он также верил и в действительность божественного вмешательства, когда на молитву был получен ответ, 1. января 1795 года, в качестве президента Соединенных Штатов, Вашингтон издал указ, объявляющий 19. февраля днем всеобщего благодарения и молитвы. Амен! Вся страна участвовала в служении Богу. Они посчитались, получали ответ и благодарили Бога. Амен! Не только в местной церкви, это была вся нация. Потому что президент знал Бога, не просто религиозно отсиживал литургию в каком-то кастеле, нет, он издавал всем очень конкретный и понятный указ. Смиряемся перед Богом, с чем от него благословения. Благословения приходили и потом объявлялся еще один день День великой славы и благословения. Амен! Вот почему Рокфеллеры, вот почему Форды, вот почему Сникерсы, вот почему все остальное. Амен! Вот почему цивилизация. Амен! И то, что на долларе там написано, что мы уповаем на Бога, это не просто ради красного словца, это история. Амен! И так объявлен был потом День Благодарения, и ниже приведена часть текста из этого указа Вашингтона. Когда мы видим многочисленные бедствия, постигшие другие народы, настоящие положения Соединенных Штатов представляется весьма утешительным и внушительным удовлетворением. При таком положении вещей наша обязанность народа в том, чтобы по-особенному с искренним благоговением и благодарностью признать себя великом долгу по отношению ко всемогущему Богу и умолять его продлить и упрощить те благословения, которые мы переживаем сейчас. Внутри взрывается ревность. Действительно, это реально, чтобы президенты говорили о живом Боге и призывали к нему всю нацию. Бог тайнам таких президентов Бог тайнам таких лидеров глубоко проникнуты этими чувствами Джордж Вашингтон президент Соединенных Штатов рекомендуем всем религиозным общинам и братствам, а также каждому лично в Соединенных Штатах отделить 19 февраля сего года четверг как день всеобщего благодарения молитвы. Посему в этот день повсеместно устроить собрание с тем, чтобы выразить искреннюю благодарность великому правителю всех народов за его явные исключительные милости которыми он благословил нас как нацию чтобы в то же самое время усердно смиренно умолять подателя этих благ великодушно продлить их для нас чтобы запечатлеть в наших сердцах серьезную и глубокую признательность за его милости научиться правильно понимать их а также чтобы предупредить опасность над менее возможную при длительном благоденствии и опасность увлечься обманчивыми поисками взамен приемуши здоровым нам от него и наконец утвердить в наших сердцах стремления быть достойными прочного благословения стараясь неузлопотреблять но отвечать постоянной благодарностью и поведением соответствующим званию граждан и людей чтобы более более превращать эту страну в благодатные убежище для всех скитальцев из других стран чтобы распространить среди нас истинное и полезное звание а также утвердить навыки здравия порядка морали благочести и наконец чтобы передать те благословения которыми мы обладаем и о которых просим для себя и для всего человечества приложение 5 к 11 тому свода законов Севернштадта эти речи они зафиксированы это история амен это уже не Соломон это уже не Рова Ам это есть реальная политическая жизнь тех реальных государств которые сегодня существуют на земле я бы очень хотел чтобы в твоем сердце релась ревность нет мы не хотим устроить здесь Америку мы говорим сегодня о Боге который может подобные вещи устроить на каждом кочке нашей огромной планеты и я верю что по молитвам твоим и моим по молитвам праведливо Бог может найти человека по сердцу своему который бы действительно любил людей который бы любил Бога вы поймите такую вещь что только тот кто кто возлюбит Господа Бога своего всем сердцем душой и крепостью своей тот сможет возлюбить ближнего своего аминь если президент не знает Господа и не любит его он никогда не сможет служить людям любить людям потому что основанием всякой политики должна быть любовь основанием любой веры должна быть любовь и дальше при следующем президенте Джонс Адамс Соединенные Штаты оказались на грани открытой войны с Францией 23 марта 1798 года Адамс объявил 9 мая 798 года днем торжественного смирения по стаю молитву вот отрывок из его воззвания обрати внимание Саламон тоже писание говорит он просил Бог услышь воззвание и молитву которую рапт вы моляете ныне знати Бог готов благословляет всю нацию Бог готов покрыть нашу нацию великой благословения Бог гордим прачи когда сегодня гордые президенты говорят я Бог я не нуждаюсь в каких богах Бог не может благословлять такое не Бог гордим прачи но когда эти люди они звают Богу ищут Его они бог смирен дают благодать и вот отрывок из его воззвания поскольку безопасности процветания народов зависит в основном от покровительства и благословения всемогущего Бога и признание этой истины всем нашим народам то есть признание этой истины было достоянием всей нации вы понимаете вся нация понимала что покровительствуют этой стране всемогущий Бог вы понимаете это не фантазия когда мы сегодня говорим чтобы Латвия признала над собой покровительство всемогущего Бога это реальность Бог может пленить помышление в послушании Христу аминь и посмотрите эта истина признавалась всей нации и не только является прямым долгом людей по отношению к Богу но и обязанностью ибо влияние этой истины на общество способствует распространению в нем морали и благочестия без которых невозможно существовать ни всеобщего благоденствия ни свободного правительства ни благословения переживаем нами аминь воистину отсутствие этой истины науки отсутствие понимания покровительства Бога ведет к разложению кризису и к праведию нации аминь и так соединенные штаты в настоящее время поставлены в трудное опасное положение в результате враждебных действий требований на странной державы в этих условиях мне кажется что взывать к небесам о милости и благоденствии для нашей страны требует необходимость и отнестись к этому надо с особым вниманием со стороны граждан нашей страны как великая мудрасть и как великая благословения когда президент обращаясь гражданам призывая к смирению аминь и как Бог не будет благословляет такую землю и как Богу не благословить такую страну и как Богу не благословить такую державу и поэтому я с челл нужным рекомендую чтобы день 9 мая его года рассматривался во всех штатах как день торжественного смирения поста и молитвы всем гражданам в этот день отложить все свои обычные мирские занятия и обратить сердца к отцу милосердному сообразно понятиям и формах некогда принятым нами как наиболее подходящим всем геозным конгрегациям и как наиболее как милосердному беззакония народа и когда народ обратиться к тебе и попросит прощения лук спидаш из высоты своей не своих небес носа вам дэбэсси прости беду вы понимаете по библии можно жить не только в масштабе семьи не тика и диме не только в масштабе церкви тика и драутс на библейских законов и библейских можно жить в масштабе нации вот нации это единственный выход который сейчас имеется для нашей земли мэмэс во имя иисуса христа я искус то будет так но текта амин и вот президент призывает краская и в то же самое время зная его безграничной милоси динут парвене без глиго же явлены в искупитель и парадиста глобая молить и прощение всех наших проступка лук терпи саму с издребом педы чтобы он посредством святого духа лэбин штор светлога привел нас к искреннюю покаянию даст мусс иисус греку нужен перемене у нас пара что позволила бы нам надеяться на его неоценимая покровительская смонс ази ауту уст и цветы свинья айзил предметом наших особых и наиболе усердных молитв у нас лукшанами должна стать защита нашей страны и и тассир мусс вас айс от всех угрожающих и опасность но всем чтобы наши гражданские и религиозные привилегии на мусс и религиоз ассун пилсой и могли остаться в неприкосновенности и сохранение для последующих поколений и и как вы думаете как вы думаете как вы слышали эти молитвы зависит от царя и раткаре и которые заботятся от стране и призывает его благословения и аминь и так при четвертом президенте рэмс и мэдисон и мэдисон и мэдисон лекарь сэнёй штат оказались состоянии войны с британией айсв и от калкар прекшвакар а перед лицом сложившейся ситуации обе палаты конгресса конгресса оба спала выручили совместную резолюцию излайд копия резолюции выражающие пожелания назначения дня всеобщего смирения и поста в ответ на это последовало воззвание мэдисона с указанной датой и датом с 12 января 1815 года ввиду выхода совместной резолюции резолюции объех палат национального конгресса выразивших желание объявить настоящих условиях войны и ст. в элми шути и общего смирения поста и молитвы из ведут динокат буз гавен спрашением у всего гущего бога помощи безопасности лейлук тум дружи и весь кассоединенных штатов а милости к американском парам жалу степает америка и скорейшем восстановлению мира он амират я уношин я почел нужным рекомендовать настоящим воззванием эсэсэ матрос право и дзеком а этой цели шим мэрки торник 12 января оттенди упас тяги анвари сего года чтобы каждый имел возможность добровольно катрам лапрати и бухой и местных религиозных собраний витаясь религиозных обращаться ко всемогущему творцу и стеспе висвар на земляной и со смирением исповедать свои грехи и ростуки а розпазимии бог висса в греху запрецином я живет я потребляя патриждая свое обиде покаяние исправление обсловав пензалл и мастерский даршиз и даршиз и дарлок а обе сняли со што дала те паска и дробь результати кризис этих национальных постов Бог отвращал эти войны. Бог отводил бедствия. Переворотов не было. Войн не было. Приходила Божья защита и Божья пограда. Аминь. Безусловно, сегодняшняя Америка она не соответствует тем позициям, с чего начиналась страна. Безусловно, сейчас процветает великое беззаконие. Но там фундамент. Аминь, это уже другой вопрос. Но дай Бог, если мы сегодня реставрируем общество, заложить фундамент, здоровые камни, евангельские камни, библейские камни. Аминь. И здесь дальше три поста, которые объявил президент Линкольн. И поэтому я, Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов, назначаю последний вторник сентября днем поставим молитвы для всей нации и настоятельно рекомендую всем людям, особенно священнослужителям, религиозным учителям, а также главам семейств, расценивать этот день и проводить его согласно принятым формам вероучения и погнение со смирением, чтобы объединенная молитва нации вознеслась к престолу благодати и принесла обильные благословения всей нашей стране. Аминь. Прежде всего, Павел Гребет, прошу молиться на начальствующих и правительствах. Аминь. Придет это доброе время. Господь придет, привидет нас к этому благословенному христианскому правительству Латвии. Аминь. И последнее, что я бы хотел зачитать, еще одно обращение, и после чего мы будем молиться. Здесь еще одно обращение. Здесь оно напоминает то, что мы прочитали. Резолюция Сената США. Признающего высшую власть и справедливое правление всемогущего Бога. Как над отдельными личностями, так и над народами, по просьбе президента, усмотрен и назначен день общенационального смирения и молитвы. Прямой долг всякого народа. Так же, как и каждого отдельного человека, признавать свою зависимость от высочайшей воли Творца. В смиренном сокрушении и исповедовать свои грехи и преступления. Не оставляя при этом кунгси и Диевс. Аминь. Поскольку мы знаем, перед завершением столь необходимого процесса формирования нас, как единого народа. Писание говорит, когда народ мой смирится перед мной, я исцелю их землю. Посмотрите, это философия нации. Это философия целого народа. Что если наказание, если бедствие, если война, если переворот, если кризис, грех. Грех. И что, выйти из этого кризиса, необходимо признать свои грехи. Раскаются перед ним. И Господь благословит землю. Вот, что мы должны сегодня проповедовать. Вот, что должно стать менталитетом отвийской нации. Твоим и моим менталитетом. Аминь. Есть благословение. Есть проклятие. Аминь. И дальше. Но нас, на нас, потоками изливались щедроты неба. В течение многих лет мы были хранимы в мире благополучии. Мы умножились числом и возросли в богатстве и силе. Как ни один народ в истории. Но мы забыли Бога. Забыли милосердную руку, которая хранила нас в мире. Умножала, обогащала и укрепляла нас. В заблуждении наших сердцев. Мы надеянного образили, что все эти благословения мы обрели благодаря своей собственной мудрости и добродетелям. А дурманиной непрерывным успехом, мы стали слишком самонадеянными для того, чтобы чувствовать потребность спасительной благодати. Мы слишком возгордились, чтобы молиться Богу, который сотворил нас. И сейчас нам следует смириться перед оскарбленным нами спасителем наше национальное грехи и умолять нашего Господа о милосте и прощении. Посему, исполняю требования и полностью соглашаюсь со взглядами Сената. Я настоящим воззванием объявляю 30 апреля 1863 года днем всенародного смирения поставима литра. Призываю весь народ воздержаться в этот день от своих обычных мирских занятий и провести служение в установленных местах общественных собраней в своих домах соблюдая себя в святости для Господа и посвящая день смиренному исполнению религиозных обязанностей. Обращая свои сердца к истине будем прибыть воправданной божественным учением надежды на то, что единодушные вопли народа будет услышан на небе а ответом станет такое благословение как прощение грехов нашему народу и возвращение прежнего состояния мира единства в нашей разделенной и страдающей стране в подтверждении сего прилагаю мою руку и печать Соединенных Штатах составлено Вашингтони сегодня 30 марта 1863 года 1873 года 1887 год независимости Соединенных Штатах Абрам Линкольн Президент и Вильям Стюарт государственной секретарь это воззвание хранится в библиотеке Конгресса в качестве приложения номер 19 12 тома законоположения Соединенных Штатах и так действительно блажен народу которого Господь есть Бог когда мы сегодня будем молиться о начальстве как бы хотелось чтобы у нас была чистая библейская модель лишенная всяких налетов видеть президента который имеет страх Господи который молится к Богу и который призывает всю страну к спасителям Бог реально может ответить на эти молитвы я верю что Бог найдет такого человека и Бог сможет измениться всю землю во имя Иисуса Христо Аминь мы встанем прастри своё рухи изстепь своё рухи и скажу Дух Бога лаи Дух Бога искали лаи Дух Бога искали он сегодня пропитал сознание людей Пошел Бог здесь 2,5 миллиона Бога коснись 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 своей благодати коснись своей любовь коснись своей жажде коснись по Боже, до коле эта нация будет нести проклятие. Кунгс, как долго эта земля будет стана. Как долго эта земля будет стана. Боже, мы призываем Твою благословение. Боже, мы поздно Паспортим Твою святую. Боже, 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 Паспортим Твою святую. Боже, измени мышление. Распей гордость. Боже, пошли смирение. Пошли глубокое смирение. Нашим вождям. Нашему народу. Нашему народу. Боже, мы herausfinden Фуда, Боже, мы измени Твои благословения. Боже, мы мы через Джто, мы варили Богословения. мы transferring Твои благословения. Боже, измени Латвию. Измени Латвию. Пудр. Боже, измени Латвии. Измени Латвию. Измени, Господь! Открой широко перед проповедью. Разбей всякие твердые беззакония. Разбей все замыслить в земле. Она придет прорит.